МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они говорят так, до обеда мы армия, а после милиция. Это, конечно, такая внутренняя шутка внутренних войск, но не без доли правды. С четверга по воскресенье с 17.00 они не только солдаты, но и патрульные, которые в составе войскового наряда следят за общественным порядком на вверенных им территориях. Вадим Бердик с товарищем, как обычно, заступают в наряд. Здесь о строгие правила, между собой разговаривать на отвлеченные темы категорически запрещено, только о том, что касается непосредственно текущей обстановки во время дежурства. Доклад старшему смены каждый час. Наряд длится с 5 часов вечера до 11. За 20 минут один войсковой наряд должен проходить километр. И на первый взгляд кажется ерунда. Молодым да сильным парням не расстояние. Но посчитаем. Километр за 20 минут – 3 километра за час. За 6 часов дежурства – 24 километра. И это в любую погоду. Дождь, снег, мороз, зной. И не стоит забывать. Во время патрулирования ребятам приходится иметь дело с личностями, не всегда приятными. А зачастую и банально опасными. Был один случай нести службу по охране общественного порядка. Задержали гражданина по статье 17.3. Достали его в РОВД. Затем оказалось так, что он был в розыске. За это нам командир части объявил поширение в виде увольнения на трое суток. Войсковый наряд должен нести службу по указанному своему маршруту. Каждые 15 минут первого часа он должен заходить в дворовые территории своего маршрута. Причем осматривать точки массовое скопление людей, где находятся те же самые банки, магазины, скверы. После чего войсковый наряд опять возвращается на маршрут патрулирования и продолжает несение службы. Конечно, прежде чем выйти патрулировать улицы, ребята проходят подготовку. Чтобы, скажем, утихомирить разбушевавшегося любителя горячительных напитков, навыков, приобретенных на фильмах с Джеки Чаном, недостаточно. Поэтому, помимо обязательного знания статьи закона, молодые люди войсковой части 55-22 регулярно тренируются у настоящего мастера с черным поясом по карате. Выпад! Первый счет выпад справа, второй счет выпад слева. Поехали! Поехали! Устать и разгорячиться здесь успевают за одну только разминку, но строгий тренер слабины не дает и подопечных не жалеет. Здесь поговорка о том, кому сложно в учении и как оно будет потом в бою, как раз к месту. Помимо стандартных боевых занятий, упражнения с танфой, так называется резиновая дубина. Вариаций ее использования при задержании злоумышленника предостаточно, и все они отрабатываются на изматывающем полуторачасовом занятии. Однако тренер не устает повторять «думайте головой». Главное думать головой. Головой думать почему? Потому что просто махать руками, скажем так, это не всегда помогает. Поэтому в бою нужно думать, тактически думать правильно. Да и когда они выходят на службу, они несут ответственность не только за тех людей, кого они защищают, но и, скажем, тех людей, которых они задерживают. Потому что они тоже люди, и поэтому нужно правильно расценивать угрозу к себе и правильно принимать свои решения и действия в их сторону.